Югорская делегация Больше 50 добровольцев от переводчиков до навигаторов ежедневно работали на площадках фестиваля. Также наши ребята были наставниками для делегаций из ЮАР и Ирландии. Всего за неделю люди, которые в других обстоятельствах вряд ли бы встретились, стали друг для друга настоящими друзьями. Но, увы, пришло время расстаться. Первый раз, наверное, за всю свою жизнь на таком масштабном мероприятии. Это классно. Не обходится без каких-то грустных моментов. Напомню, по окончании фестиваля в наш регион тоже приедут иностранцы. Организаторы мероприятия разработали для них 30 туристических маршрутов по России. Один из них проходит через окружную столицу. Уже через неделю иностранные гости из 36 стран приедут на свидание с Югрой. В Когалыме в скором времени откроется школа геологии и геофизики. Такое соглашение заключили образовательный центр Пермского политеха и руководство Башнефтегеофизики. Планируется, что студентам будут преподавать сотрудники компании соответствующего профиля. Сегодня Башнефтегеофизика – одно из востребованных предприятий нефтесервиса в стране. Свыше 7 тысяч сотрудников занимаются разведочной, промысловой геофизикой, бурением, научными исследованиями. Компании с таким потенциалом необходимо развивать практикоориентированную модель подготовки кадров. Это станет возможным в Когалыме в школе геологии и геофизики, которая начнет свою работу на базе образовательного центра. Учеба в геошколе будет построена по университетскому принципу – практические и лекционные занятия. Группа компании Башнефтегеофизика уже давно выстроила взаимоотношения с высшими учебными заведениями. На сегодняшний день подписано 15 соглашений о сотрудничестве. И подписание сегодняшнего соглашения позволит, кроме создания и развития школы геологии и геофизики в образовательном центре города Когалыма, позволит эффективно подготавливать кадры нефтяной отрасли. Мы понимаем, что для нас важно развитие кадрового потенциала и практикоориентированный подход здесь очень важен. Сегодня это уже будет четвертое предприятие, которое разместится на территории образовательного центра. И с помощью таких компаний мы направляем поток практик, реальных кейсов с предприятий для обучения наших студентов здесь, в Когалыме, в образовательном центре. Муниципалитеты Югры готовятся к общероссийскому голосованию по выбору территорий для благоустройства в 2025 году. На голосование заявлено 40 общественных территорий из 16 муниципалитетов Югры. Три из них в Сургуте. Это парк по улице Республики, парковая зона в микрорайоне 20А, а также территория экопарка Засаймой. Данные объекты будут участвовать в голосовании, которое пройдет с 15 марта по 30 апреля на портале 86 городсреда.ру. Муниципалитет оплатит лишь 20% от стоимости работ, а оставшиеся 80% выделит федеральный и окружной бюджеты. Обновление в городах Югры происходит благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», созданному по решению президента Российской Федерации. За последние пять лет в округе появились 302 современные общественные площадки. Именно жители Югры решают, какие объекты привести в порядок в первую очередь. В прошлом году в голосовании приняли участие 117 тысяч югорчан.